Россия усилила свое военное присутствие в Сюникской, Зенгизурской области Армении. Как передает канал 13, об этом в интервью «Спутник Армения» заявил посол России в Армении Сергей Копыркин. По словам дипломата, размещены дополнительные пограничные силы, переброшенные из различных регионов России, которые будут нести службу на проблемных участках армяно-азербайджанской границы в дополнение к традиционной зоне ответственности армяно-иранской и армяно-турецкой границам. Я посетил посты российских и армянских пограничников. Ситуация достаточно стабильная. Проведены переговоры командования погрансилами Армении и Азербайджана. Достигнуты договоренности о недопущении эскалации и применении оружия. Это действует и играет ключевую роль. Присутствие российских военных – важный психологический фактор для местного населения, которое оказалось в непростой ситуации, отметил Копыркин. Комментируя разговоры о возможной ротации командующего миротворческими силами, посол подчеркнул, что генерал Рустам Мурадов продолжает выполнять свои обязанности. Миротворческий контингент работает очень интенсивно и эффективно, сказал российский посол. Это присутствие усилено. Размещены дополнительные пограничные силы, которые были переброшены из различных регионов Российской Федерации, для того, чтобы они могли нести службу в дополнение к той зоне традиционной, так сказать, ответственности наших пограничников – это армяно-иранская, армяно-турецкая граница, еще и на проблемных участках армяно-азербайджанской границы. В частности, на промежутке дороги гори Скопан, там, где она переходит с армянской на азербайджанскую территорию и обратно, я посетил эти посты наших пограничников. Ну, должен сказать, что служба несется на должном уровне. В общем, ситуация достаточно, ну, как мне говорили, как мне говорили наши пограничники, армянские пограничники, она достаточно стабильно, спокойно. Как вы знаете, были переговоры между командованием пограничными силами Армении и Азербайджана при российском участии, где были достигнуты договоренности о том, чтобы избегать эскалации, применения оружия. Это, в общем-то, насколько я понимаю, действует. И российские пограничники, конечно, играют в этом очень большую роль. Ну, и их присутствие, это я видел, ощущал, как бы непосредственно, конечно, это очень большой, важный психологический фактор для местного населения, которое, конечно, оказалось сейчас очень непростой такой психологической ситуацией. Совершенно новой для себя ситуации, конечно, российский флаг, российские пограничники, батальонная группа 102-й базы, которая дислоцирована сейчас в Горисе и часть в Сессиане. Это очень-очень важный, очень важный фактор вот такого, ну, скажем так, факта психологической уверенности, спокойствия для мирного населения. КОНЕЦ